К бережливому производству подходят по-разному. Джеффри Лайкер в своей книге выделяет 14 принципов, каждый из которых, все 14, делит на 4 категории. То есть первое — это принципы философии, второе — это принципы процесса, третье — это принципы сотрудники и партнеры и решение проблем. Я сейчас не буду останавливаться глубоко на бережливом производстве, потому что и день, и два, и три неделю погружения только в это будет недостаточно. Моя цель сейчас — на пальцах дать базовые принципы, базовое понимание, что такое бережливое производство и, в конце концов, почему оно называется бережливым. И вот на этих принципах я хочу отдельно остановиться, потому что философия, базовый принцип — это решение с учетом долгосрочной перспективы или стратегическое мышление. В чем заключается философия решения с учетом долгосрочной перспективы? Она заключается в том, что все, что они делают, они делают для потребителя. Потребитель — это царь и бог. Потребитель — это то, ради чего все здесь задумано, задумано все в системе. Потребитель — это мерило успеха в компании. И когда мы говорим, что философия решения с учетом долгосрочной перспективы, это означает, что если Тойоте невыгодно с точки зрения денег сделать какое-либо действие, но это действие направлено на потребителя, они это сделают, потому что они принимают решение с учетом долгосрочной перспективы. Потому что в конечном итоге голосует потребитель. И также в этом философии, вот в этом принципе заложено то, что руководители Тойота, они отвечают за свои действия. Отвечают друг перед другом, отвечают перед своими сотрудниками и отвечают перед потребителем. Действительно отвечают. Дальше принцип — это процесс, один из четырех. И здесь я просто проговорю вслух, что это принципы процесса, организованный как поток, система вытягивания, выравнивание объема работ Хейдзунка, встроенное качество дзидока, стандартизация процессов, визуальный контроль, надежно испытанная технология. Блок принципов сотрудники и партнеры и блок принципов решения проблем. Самое важное, что я хочу здесь выделить сейчас, это то, что фундаментальным принципом является решение проблем по принципу постоянное совершенствование обучения. То есть постоянное совершенствование. У нас в культуре или в практике где-то на уровне подсознания или может быть сознания все время есть такой принцип, что вот мы сейчас напряжемся, сделаем, оно заработает, и мы отдохнем. И оно будет работать, а мы будем отдыхать. То есть у нас есть вот это вот движение рывками, что ли. И у нас все время ощущение, что мы сейчас вот сделаем это, вот включим это, вот сейчас поднапряжемся, а потом оно заработает. И это состояние аврала. И мы взявем все время состояние аврала, потому что оно почему-то не включается до конца и не работает. И вот здесь вот принцип принцип постоянного совершенствования заключается в том, что мы всю жизнь принимаем как то, что в ней все время будут проблемы, жемчужины, все время будут изменения, всегда они не закончатся, никогда. И мы просто эти изменения встраиваем в свою жизнь. Или иначе говоря, мы свою жизнь делаем так, чтобы изменения лаконично встраивались в нашу жизнь. И принимаем их как естественное. второе событие, как солнце, сходит утром и заходит вечером. Так же изменения всегда есть, будут и останутся. И тогда этот вопрос так, как нам выстроить свою жизнь так, чтобы изменения были встроены в нашу жизнь. Это принцип постоянного совершенствования и обучения.